Долгожданное прибытие в Заполярье. В Ненецкий округ приехал коневоз, застрявший в снегах зимний Конрин-Марусинск. Обильные снегопады и теплая погода вынудили людей и их питомцев томиться в ожидании зеленого света. О новых жителях города и их путешествиям расскажет Валентина Чибичек. Дорога для трех лошадей и трех пони оказалась очень длинной. Восемь дней они провели вот в таких маленьких фургончиках и наконец-то приехали на новую родину. Это русский рысак. Там Фиджи стоит, наверное. Вот первые посетители города Нарин-Мары жители попустились. Все-все, ребята, вы приехали, вы дома, дома, дома. Когда фургончики с животными выдвигались из Кирова в Нарин-Марх, никто и не предполагал, что путешествие может затянуться. Для шести питомцев приготовили корм, поместили в фургоны и поехали. В понедельник, после сильного снегопада и совсем не февральской погоды, зимник закрыли. На Харьяге мы, соответственно, и попали в ловушку, потому что, подъехав в Харьяге, объявили, что закрывают зимник. Колонна проскочила за два часа до нашего прибытия туда. И обратно дороги нам тоже не было вернуть лошадиное место, потому что усилий мы тоже перекрыли. Транспорт, на котором везли питомцев, усугубил ситуацию. Летняя резина и задний привод совсем не приспособлены к арктическим условиям. Если бы не вовремя подвезённый трал, снабжение продуктами и кормом, путь мог закончиться трагически. Однако обошлось без потерь. Все три лошади, русский рысак, гоноверка, племенной конь и три шотландских пони прибыли в полном составе. Теперь Ненецкий округ – их новое место жительства. Когда питомцы выйдут в свет, пока держатся в секрете. Известно, что они примут участие в городском гулянии. Ну а пока им необходимо освоиться и привыкнуть к новому климату. Продолжение следует...